Какая гадость это ваша заливная рыба? Помните эту фразу из известного фильма? Через несколько дней придет пора заливной рыбы, салатов оливье и селедки под шубой, а также мандаринов, шампанского и чего-нибудь покрепче. Словом, Новый год близко. Так нужна ли на столе та самая рыба, что есть и пить, и как это правильно делать, чтобы праздники не оказались грустными? Поговорим сегодня с Денисом Фугалем, детским гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук. Здравствуйте, Денис, с наступающим вас Новым годом. Кстати, если уже начала про заливную рыбу, то вы ее когда-нибудь готовили, вообще пробовали и должна ли она быть на новогоднем столе по-вашему? Здравствуйте, сам я ее не готовил никогда, конечно же, я ее пробовал, но сам не готовил. Что могу сказать относительно заливной рыбы? Вкусно, но продукт скоропорчащийся, и готовить его впрок никогда нельзя. Поэтому гадостью может стать в любой момент. Особенно, когда готовится впрок, когда долго стоит в тепле или даже не в тепле, потому что легко может испортиться, легко может стать источником пищевого отравления, острого пищевого отравления, которое проявляется и рвотой, и поносом, и праздники пойдут на смарку. То есть сразу нужно съесть? Да, вот она свежая, все заливные блюда, рыба заливная, мясо заливное, это продукты, которые очень быстро портятся. Они относятся к категории вот таких вот быстро съедаемых продуктов. Вот приготовили не больше двух-трех дней. Ну, новогодний стол, в представлении многих, это, ну, не только заливная рыба, рыба, да, это тьма салатов, бутербродов с колбасой, красной икрой, запеченный гусь, холодец. Что из этого перечня вы бы оставили на новогоднем столе, чтобы убрали? Вот вы знаете, у меня достаточно большая дилемма всегда перед праздниками и в семье, и с пациентами, потому что складывается такое ощущение, что праздник – это повод пожрать. Как будто раньше никто не ел никогда, да? Да, как будто целый год никогда не ели, и тут вот наступают эти заветные дни, когда надо наесться на год вперед. И начать это ночью делать все. Ну, кто празднику рад, тот заранее пьян, как говорится, поэтому начинается это все с корпоративов, с отмечаний на работе, в коллективе, где-то еще, а потом это продолжается дома, ведь в новогоднюю ночь потом это продолжается в последующие дни, ведь у нас до крещения это все будет продолжаться. Поэтому я всегда вот эти новогодние праздники ожидаю с ужасом и как врач, и как родитель, и как член семьи, потому что много жалоб потом поступает, много проблем. Ну да, то есть получается много потом звонков вам и детей привозят в гастроэнтерологию. Да, взрослый начинает обращаться с проблемами, что выпить, а что принять какую-либо таблетку волшебную, потому что там кольнуло, там заболело, вырвало, изжога, отрыжка, в животе тяжело, в туалет сходить не могу, или наоборот слезть с унитаза не могу. Ну, в общем, все страшно. Да, поэтому здесь хочется отметить, что питание должно быть полноценным в течение всего года, чтобы не было такого соблазна в новогоднюю ночь, в новогодние праздники. То есть получается холодец и гуся, и оливье заранее покушать? Очень большие калорийные нагрузки, и очень много калорийных продуктов одновременно идет. Поэтому можно составить какой-то такой рацион, чтобы было и калорийное что-то одно, и мало калорийное, которое будет и вкусно, и полезно одновременно. Ну, то есть какой-то один салат оставить, да? Какой-то один, допустим, салат, который высококалорийный. Оливье? Ну, допустим, оливье или селедка под шубой, потому что очень калорийный. Либо тот, либо другой? Либо тот, либо другой, потому что сами по себе это с салатами даже сложно называемые блюда. Там есть ведь и яйцо, и картофель, и майонез, и рыба, или мясо в случае оливье. Поэтому, и опять же, это скоропорчащиеся продукты. Поэтому, как у нас любят делать, заранее приготовить, чтобы он настоялся, пропитался. И вот он в тепле стоит, пропитывается. К концу первого числа, первого января это все у нас настолько пропиталось, что потом получаем отравление. День-два можно его хранить в холодильнике или даже меньше? Не больше суток. Не больше суток. То есть не надо пропитывать заранее. Приготовили в этот день, съели. Если не съели, выбросили. Выбросили, потому что очень быстро начинают размножаться микробы. Это и стафилококк, и сальмонелла, и условно-патогенные микробы. И поэтому мы получаем отравление. А вот вообще, какое самое опасное блюдо на новогоднем столе? Можно ли это сказать, что это салат оливье или что-то другое? Я думаю, что как раз вот эти салаты с майонезом, салаты многокомпонентные, где есть мясо, яйцо, сыр, рыба, вот они как раз и будут являться самыми опасными в плане возникновения пищевых отравлений. То есть вы бы вообще убрали их с новогоднего стола? Я бы их вообще убрал. Чем бы вы их заменили? Я бы заменил овощными салатами, свежими овощами в нарезке, потому что это будет и более безопасно, и вкусно в то же время. А вот что больше вредно все-таки, обилие пищи или алкоголя? А здесь рука руку моет, потому что алкоголь всегда требует еды, потому что надо закусить, а если не закусывать, то алкоголь нанесет свой вред определенный. Если выпиваешь, то хочется есть, если только лишь ешь, то хочется выпить. И алкоголь в свое время ухудшает пищеварение, потому что это повреждает поджелудочную железу, то нарушается ферментовыделение, это влияет на желчоотток, нарушается выделение желчи, и опять же пищеварение нарушается. Поэтому все зависит от слезы. Я понимаю, вот все вредно, и все-таки люди будут выпивать. Какие напитки выбрать, чтобы и на следующий день было весело, а не грустно? Все зависит, конечно, от того человека и от его предпочтений, но здесь важна просто определенная норма, сколько выпить. То есть это главное, не что, а сколько? Не что, а сколько, это самое главное правило. И еще одно правило – качественный напиток. То есть не где-то там разбодяженный, купленный, а чтобы это был качественный алкоголь. Но это шампанское или все-таки крепкие напитки? Это может быть и шампанское, это может быть и вино, это может быть и крепкий алкоголь. Опять же, кто что предпочитает. Просто качественный. Просто качественный. Как вы советуете проводить следующие дни после новогодней ночи? Мы уже сказали о том, что люди кушать продолжают, и в течение следующих 5-6 дней. А вот что бы вы посоветовали? Ну вот наелись в новогоднюю ночь, что дальше? Ну, здесь важно, чтобы была физическая активность. Это не просто засели дома на диване перед телевизором, да, с тарелкой оливье, тазиком пельменей, и потом вышли только лишь 9-го числа на работу, или добежали до магазина за очередной порцией продуктов. Но ведь у нас столько праздников и столько и выходных дней, когда можно просто побыть вместе с семьей, сходить на улицу, прогуляться, сходить на лыжах. Даже если ты не лыжник, просто погулять по лесу, сходить с детьми на горку, просто пешая прогулка по улице, потому что когда еще такое удастся? Даже если достаточно прохладная погода, ведь можно одеться по погоде, гулять, много различных спортивных центров, где можно провести мероприятия и весело, и с пользой для здоровья. А вот мы уже говорили о том, что многие хотят похудеть до Нового года, а можно ли похудеть вообще в новогодние праздники? И как это сделать? Ну вот вдруг кто-то поставил себе такую цель. Грамотно построить свой рацион. Это как? Это режим питания. Ведь не обязательно наедаться, можно есть вкусно, но по режиму. У нас ведь есть завтрак, обед и ужин. Это первый момент. Второй момент – это отказаться от тех привычных нам праздничных блюд, которые мы привыкли. То, что с майонезом, то, что жирное. Можно того же самого гуся зажаренного съесть, но с овощами. И из овощей взять, допустим, не картошку, а брокколи, цветную капусту, брюссельскую капусту, свеклу, морковь. То есть и вкусные гарниры приготовить. То есть гусь с овощами – это нормально. А почему бы и нет? И съесть, допустим, не половину гуся, а небольшой кусочек. И вкусно, и полезно. В качестве десерта взять фрукты или какой-то… А не торт. Можно и легкий какой-то торт взять, небольшой кусочек, но при этом сделать определенное физическое упражнение. Потренироваться, сходить на тренировку, либо погулять. И опять же использовать качественные продукты. Мы говорили многократно про трансжиры. Если брать не маргарин, а сливочное масло. Если брать не пальмовое масло, а опять же натуральные продукты. Опять же натуральные продукты. Денис, мы сейчас это рассказали. Каким должен быть, по идее, новогодний стол, а каким будет ваш новогодний стол? Вы уже продумали свои какие-то блюда? Может быть, у вас есть какое-то любимое фирменное, ваше семейное блюдо? Да. Гусь. Гусь. Вот вы поэтому его и советуете. У нас компания будет большая. Два гуся уже лежит, приготовлено. Это будет гусь… Особым способом каким-то приготовленный? Гусь запеченный в духовке, но с ананасовым маринадом. То есть он получается очень мягким, очень сочным. Сок из ананаса выдавливается. То есть из натурального ананаса, не из тетропака, а просто берется… Поливается, да? Вот. Шприцем. А, шприцем водится? В мясо, в тушку, втыкается шприцем ананасовый сок, обкалывается, особенно те вот большие массивы. Натирается солью с чесноком. Внутрь в гуся укладывается яблоко, капуста, капуста крупными кусками, либо это бруссельская капуста, маленькие качанчики. А потом вы это вытаскиваете, кушаете? Вот, а потом это вытаскиваем и кушаем. Оно пропитывается жиром, который… Это не сильно жирно? Это не сильно жирно, потому что гусь молодой, достаточно ананасовый сок, он как раз вот немножко расщепляет жир, запекается очень быстро. Вот обычно говорят, что там гуся надо долго запекать, там больше двух часов. Нет, он запекается где-то в районе 40-50 минут, вот таким образом нашпигованный. Первоначально где-то минут 30 в рукаве, потом рукав разрезается, это дает вот эту корочку. Салаты вы никакие на стол не ставите? Традиционно будет оливье. Будет оливье, будет домашний майонез, будут просто овощи. А спиртные напитки какие-то будут на вашем столе? Шампанское будет, вино будет. Просто хорошее, качественное. Сухое шампанское будет брюд. Ну, я поздравляю вас еще раз с наступающим Новым годом. Давайте еще два слова нашим зрителям, все-таки, чтобы Новый год прошел у них нормально и весело. Что со мной? Основное. Празднуйте праздник, радуйтесь общению и не зацикливайтесь на еде. Порадуйтесь именно от общения. Приготовьте простые блюда с любовью и не храните их долго. Тогда ваши праздники будут хорошими, радостными. И вы получите максимум удовольствия от общения именно с родственниками, с близкими людьми, а не с больницей. Спасибо. Будьте здоровы в Новом году. А я присоединяюсь к Денису и напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Денис Фуголь, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Алтайского государственного медицинского университета.